Сказочные герои, царь-государь, дочка его Анфиса, церемоний мейстер заграничный да генерал-царский. Вся эта дружная компания ждет праздника Нового года и размышляет, где бы им раздобыть самую красивую волшебную елку. Кто же им поможет? Конечно, добрый молодец Емеля. Царь ему дорожку к самой красивой елке покажет, однако елку-то срубить непросто. Она под охраной Нового года и самого Деда Мороза. Да и нечисть лесная не дремлет. Словом, не так проста задача для Емеля оказалась. Новогодняя история в сказочном царстве придумана и воплощена на сцене известным рязанским режиссером Арсением Кудрей. А это же где-то очень близко к такой форме, скажем так, Дель-Арте, к французской ярмарке, к тому же Вилсону, к Европейскому театру, с которым мы работали, с Луизой. Я думаю, ого-го, как эта тема, интересно, созвучно. Герои это все наши классические, сказочные, а в Дель-Арте в том же самом, такие же классические герои, такой же Ван Дурак, но называется он по-другому, такой же царь, ну, скажем так, ну, это богатый человек в Италии, да. И мы укопались в этом материале так чуть-чуть, и я думаю, как все как-то само помогает, как это ложится хорошо. Вроде как мы играем классическую сказку с героями, с Емелей, с царем и с бабой Егой, а вводим ее в такую интересную какую-то форму европейского театра. Как сказал сам режиссер, идею сказки взяли у Дмитрия Голубицкого, но все остальное придумалось уже собственными силами. Получилась как бы пародия на русскую народную сказку, где персонажи представлены в стиле цирковых артистов, а само представление в виде клоунады. К этому добавляются яркие костюмы героев и сверкающие декорации, что создает атмосферу волшебного новогоднего настроения. Каждый персонаж проработан в деталях и от того образы весьма убедительны. Максимально неприятная личность, которая при царе в данных обстоятельствах нашего спектакля, нашей истории, он мог бы быть и существовать. Поэтому для меня это достаточно отвратительный персонаж, но со своими хорошими мыслями, лично для себя. Ну и дальше просто я наслаивал уже какие-то свои личные наблюдения из жизни, будь то какие-то бабушки, дедушки, неприятные или приятные люди. То есть все как-то по мелочам, по кусочкам собрался Христофор Карлович. Здесь персонаж слишком сильно гнется и делает какие-то жалкие попытки выгнать все в свою сторону, но не нужно прогибаться под изменчивый мир, в каком-то плане, когда-то кто-то спел. Ну да, подлостью обобщим, чтобы кучу лишних слов не набирать. Успеха не добьешься. Как и любая сказка, эта новогодняя история поучительна, и сам сюжет приводит к краху персонажей отрицательных. Насчет своего персонажа я могу сказать, что да, она такая дочка царя, которая вот я хочу, так будет, я вот скажу, так сделают, потому что у меня папа большой человек. Но при этом, при всем, Анфиса, она же не бросает Емелю, она же идет за ним, его спасать. И мне кажется, это, наверное, самая такая кульминационная точка, что нельзя бросать своих людей, особенно любимых людей, в беде. Все персонажи понятны для ребенка, зато для взрослых непривычно видеть царя в стиле пьеро, царскую дочку в стиле клоунессы, а Емелю – балаганного клоуна. Баба-яга в ботах на платформе, в модной одежде, с надувным автоматом. В итоге спектакль удачен для детей любого возраста от нуля до девяносто девяти лет. И с приобретением билетов в сказку советуем поторопиться. Места разлетаются, как горячие пирожки.